Здарова, Ютуб! Здарова, Дзен! С вами Джон, он же отключённые серваки 312. Сегодня в этом ролике мы, наконец-то, я надеюсь, получим ответ на вопрос, когда же у нас включатся серваки в Destiny 2. Потому что они уже были выключены на протяжении вот сколько? В 8 вечера, когда мы в игру зашли вчера по Москве, начались проблемы. В 10 вечера их выключили. Сейчас уже прошло, ну, на момент записи ролика, 13.47 сейчас, да, 16 часов. Почти 16 часов, да. И такого на моей памяти ещё в игре не было трендеца. То есть, да, бывало такое, что серваки выключали, да, но в основном где-то часам к 7-8 утра по Москве на следующий день Банжи их как-то откачивали. Но сейчас прям это, знаете, сопоставимо с теми днями, когда вот мы готовились к выходу там нового сезона, нового DLC, и Банжи такие нам в 8 утра говорят, мы выключаем серваки, и в 8 вечера мы их только включим. Хотя нет, даже тогда не было такого длительного отключения. Ну, практически весь день. В общем, сейчас по всей этой теме пройдёмся. Кто, кстати, не видел, у меня на канале уже аж 3 ролика на эту тему есть. В течение ночи там пытался держать вас в курсе, да. Я лёг спать, как вы видите, 11 часов назад, после того, как выкатил последний ролик, наши персонажи откатят до припатчевого состояния, да. И это было правильное решение, потому что была мысль остаться подождать там до 7-8 утра, а потом подумал, не, нафиг. И, как видите, не прогадал. То есть я сейчас встал, у меня личка была заполнена сообщениями о том, что серваки всё ещё выключены, и Банжи выкатили очередной, так сказать, апдейт у себя в Твиттере на эту тему. Итак, сперва вот такое вот сообщение прикольное от Лианы Рупер, да, одного из комьюнити-менеджеров. Вот она написала то, что работать в игровых сервисах – это то же самое, что быть на американской горке, которая никогда не останавливается. Иногда приходится, как говорится, не сходить с рельс, и всё находится в огне. Да, это очень чёткое описание, особенно касаемо Destiny. Ну, вы помните, да, вот мы тогда ещё где-то полтора месяца назад смотрели презентацию Банжи, где у них знаменитая вот эта вот скорость важнее, чем качество было, и тогда у нас уже после этого никаких вопросов не оставалось, почему у нас игра в таком состоянии в последнее время, да и вообще в принципе, почему так много багов, так много всего и так далее. В общем, барабанная дробь. серваки, как показывает расследование Банжи, да, заработают сегодня всё-таки. Проблема будет разрешена где-то к 3-4 часам утра по тихоокеанскому времени, 25 января. По нашему времени это где-то примерно 3 часа дня по Москве, то есть через час после того, как я записываю это видео. Как говорится, если кто-то меня слышит, значит, есть сопротивление. Через час где-то, да, вот, я думаю, в 14.40 подрубим стрим там и посмотрим, получится ли у нас зайти в игру или нет нормально. На самом деле всё ещё это может поменяться, но уже в закреплённом комментарии к этому ролику приложу информацию, ну, просто там Банжи пока что сейчас новую инфу не выложили на момент записи видео, то есть больше информации будет предоставлено в будущем. Чё можно сказать ещё сверху? Мне сообщения пишут, но да ладно. Хватит. Там, как я понял, в игре проблем было дофига. Ещё на старте патча 6.3.0.5, вот уже ставшего таким печально известным, потому что у кого-то, помимо пропадания там печати и триумфов, пропали ещё платные эмблемки, у кого-то воители были неуязвимы в миссиях, у кого-то в ПОП, кстати, было ещё и такое. Простреливаемая стенка Титана, причём простреливая не вами, а врагами. Вот здесь мне тут, ребята, скинули ролик, можете заценить. То есть здесь вот человек ставит баррикаду, и враг её простреливает полностью. Я не знаю, будет ли это поправлено после того, как мы вернёмся в игру, но... Да, это жёстко. Конечно. Ну и вообще, в целом, я тут посмотрел, мои западные коллеги уже подсуетились, да, и решили немножко пройтись по истории, почему у нас такая ситуация происходит в игре, с чем это связано, да, и когда это всё может разрешиться примерно. Сейчас вот вкратце попробую описать. Здесь вот все вспомнили про то, что у нас уже в игре было такое. То есть я у себя... Ну я вот точно не мог вспомнить, когда это у нас было, то, что нас откатывали наших персонажей до припатчевого состояния, но оказывается, это было в январе 2020 года. Аж три года назад у нас была такая тема с откатом персонажей. И это было как раз тогда из-за того, что мы потеряли кучу материалов, ресурсов. И чтобы решить эту проблему, ванже пришлось произвести откат. По-моему, это было аж два раза в игре. Вот в течение января. Даже, может быть, если кто-то захочет посмотреть там, может быть, у меня на эту тему был видос. Я просто сейчас листать там несколько тысяч видосов назад, чтобы это всё найти, блин, задолбаюсь. Ну да ладно. Из-за чего всё это у нас происходит? Из... Здесь вот мой коллега Ацтекрас подвёл, так сказать, черту под тем, что у нас было в течение года, какие у нас были проблемы. И это далеко не полный список. То есть у нас там были проблемы с Day One Raid'ом, с наградами за активности, с загрузками на башни, ошибки там, лаги по получению опыта, выключение матчмейкинга, проблемы с данжем, проблемы с отключением API там, Destiny это менеджера. В PvP Connect. В общем, здесь вы сами можете список достаточно длинный произвести в комментариях. Но корнем всех этих проблем является, естественно, ну, движок, на котором игра построена. То есть модифицированная версия там, Blame Engine, который использовался ещё в Destiny 1, он был достаточно кривой, перешёл к нам из Хейла в своё время. Там не было у этого движка русского языка, поэтому не было перевод... До сих пор Destiny 1 не переведена на русский. Destiny 2, это проблему как-то более-менее пофиксили, модифицировав там движок до Тайгера. Но, как вы видите, движок достаточно громоздкий, старый. Ван же там в своё время, насколько я помню, хотели Destiny 2 сделать на новом движке, но Activision их там торопило, то, что надо, типа, выпускать новую игру. Соответственно, они выпустили её на модифицированной версии старого движка, но спасибо хотя бы, что русскую версию добрали, кириллицу, так сказать. Соответственно, проблемы остались. То есть, для того, чтобы какой-нибудь кустик передвинуть, надо эту тему всё рендерить где-то час там или день, я не помню точно. В общем, всё достаточно долго. И игра просто не выдерживает такого количества вот разной информации, которую надо обрабатывать в реальном времени постоянно. Соответственно, им пришлось переделать систему выпадения сфер силы там и так далее. Ещё вот что-то на какие-то уступки пойти. Целую кучу там планет, миссий, DLC удалять, чтобы игра под своим весом не сломалась. Это ведь всё как раз из-за этого движка у нас происходит. Но не из-за того, что Банжи не хотят, чтобы у нас эта игра занимала много места на диске. Соответственно, имеем, что имеем. И надеюсь, да, то, что уже там многие реально надеются на то, что выйдет Destiny 3, то, что она выйдет на полностью новом движке. Когда у нас вот сейчас вот выйдет Lightfall, конец света в следующем месяце, да. Потом через год выйдет Final Shape, финальная форма игры, да. Потом, судя по сливам, которые мы читали в прошлом сезоне, Банжи собираются взять после этого перерыв с большими DLC после Final Shape, да. И такие вот минорные апдейты выкатывать. И может быть, да, вот когда у нас начнется там новая сага где-нибудь там, я не знаю, в 25-м, 26-м годах, да, вот когда вот сага Света и Тьмы закончится, Банжи выкатят там, либо переведут игру на новый движок, либо выпустят новую, третью часть. Но на самом деле я не особо хочу третью часть, потому что, ну, я не особо хотел вторую часть, так как все то, что было заработано за три года в первой части, да, вот отправилась в утиль, соответственно. Ну, там парочка эмблем осталась, да, вот, триумфики, то, что типа, ой, молодец, первую часть играла и так далее. Приходилось начинать с чистого листа, с голой попой. Ну, и, блин, конечно, это больно, да, но, учитывая то, что мы сейчас видим, да, у нас ни один, ни один патч, ни одно, новый, ни один новый сезон, ни один новый ивент не начинался без каких-то багов. То есть у нас каждый день что-то в игре ломается практически. Да, это, конечно, весело, за всем этим наблюдать, да, но мы наблюдаем за всем этим из первых рядов, потому что мы являемся такими бета-тестерами игры, которая вышла уже, по сути, 9 лет назад. 2014 год был бета-тест игры в июне, когда вот я там начинал в нее играть, да, и вот сейчас, уже спустя 9 лет, мы понимаем, да, то, что у игры все еще есть проблемы, и причем они усугубляются. Надеюсь, эта тема как-то решится, да, и как-то мы в более светлое будущее посмотрим, однако, да, тут стоит понимать, что учитывая состояние игровой индустрии сейчас, то, что у нас в игре вообще, в принципе, есть геймплей, это уже большое достижение, учитывая то, что многие игры там переходят в мобилки, разработчики там скупают друг друга, вот у нас сейчас скоро годовщина будет, когда там Sony купила Bungie, ну, точнее, как, официально они купили, как мне говорили, 15 июля, но объявили о том, что Bungie присоединяется к семье Sony в январе как раз прошлого года, соответственно, вот, ну, Activision до сих пор полностью не куплена Microsoft, хотя прошел уже год, ну, то есть, были, да, когда-то такие времена, когда вот нас будоражили вот такие новости, вот, из другой вселенной просто тупо инфа, ладно, в общем, ждем включения серваков, надеюсь, все будет более-менее адекватно, хотя бы играбельно, но пока что, всем спасибо за просмотр, лайк ставим, комментарий пишем на канал, подписываемся, глоколь же прожимаем по всем ссылочкам в описании ролика, проходим для поддержки стримера, ну, и увидимся на стримах и в видосах, ребят, что могут сказать. Субтитры сделал DimaTorzok